Перед началом нового учебного года инспекторы Госадомтехнадзора Московской области проверили все школы региона на предмет соответствия установленным правилам чистоты, порядка и благоустройства. Об итогах спецоперации школа на пресс-конференции в информагентстве РИАМО рассказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Инспекторы проверяют содержание фасадов школьных зданий, а также прочих сооружений, которые находятся на прилегающей территории. Состояние ограждений, декоративных изгородей есть или таковые есть. Содержание контейнных площадок на территории школы и уборку вообще территории школы от мусора. Состояние спортивных объектов, это могут быть и футбольные поля, и турники, элементы спортивного и игрового оборудования. Здесь инспектора в первую очередь обращают внимание на безопасность этих элементов. Благо у нас 1 июля статья действует, и поэтому есть возможность применять реальный мир административного характера. По результатам проверок инспекторами выявлено 220 нарушений в сфере чистоты и порядка. Выдано около 200 предписаний. По итогам проверок все выявленные нарушения оперативно устранены. В 85% случаев ответственным лицам были вынесены предупреждения и по фактам некачественного принятия мер к устранению нарушений наложено 37 административных штрафов на сумму 315 тысяч рублей. Самые распространенные нарушения выявлены в содержании прилегающих к школам территорий и состоянии фасадов зданий и объектов, которые расположены на школьной территории. А также некачественная уборка территории, ненадлежащее состояние ограждений и малых архитектурных форм. Наибольшее количество нарушений у нас выявлено в следующих муниципалитетах. Зарайский 22, Чеховский 14, Одинцовский и Коломенский по 12, в городских округах Лобня 8, Серпухове 7, Мытища 5, Фрязина 5, Химки, Бронница, Орехово, Зуева по 4. Глава надзорного ведомства особо подчеркнула, что представители образовательных учреждений можно смело назвать одними из самых дисциплинированных и ответственных. По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 30%. Все обнаруженные нарушения устраняются в установленные сроки.